Здравствуйте! С днём молодёжи всех вас! Дорогие друзья, ну вот сегодня будут показывать два фильма Один фильм с неприличным названием The Quitty Другой фильм с патриотическим названием Сёстры Сначала пойдёт фильм с неприличным названием У вас снял режиссёр в городе Лос-Анджелесе в Малибу Вот, поэтому я в нём тоже, кстати, сыграл совсем небольшую роль И фильмы эти они очень ну я понял, что меня не видно но я надеюсь, что слышно Эти фильмы, они мистическим образом связаны потому что я когда приехал в Америку в город Лос-Анджелес в Малибу и надо отдать должное режиссёру который придумал там не историю про каких-нибудь охотников, эскимосов а историю, которая происходит в прекрасной вилле там с бассейном со всеми делами и пока я дожидался значит, когда меня снимут я сидел в трейлере и за это время написал сценарий фильмы Сёстры ну вот, поэтому, ну что, давайте рассмотреть кино здесь снимаются известные артисты Владимир Машков и американская актриса Дженнифер Джейсон Ли вот, ну а потом, если кто-то сидит до фильма Сёстры может ещё что-то скажем ну всё, до этого прошло ну это всего только маленький эпизод и на самом деле это действительно такой Данила Багров из прошлого фильма который появился в этом фильме вот, приехал на Мерседесе как бы, открыл дверь вот, для меня это скорее шутка и, в общем, мне кажется что там для большинства эпизод будет скорее смешным вот, а эпизод, а на самом деле получилось это всё совершенно случайно потому что роль была написана там был написан такой красавец черноглазый блондин мне кто-то из группы сказал давай сыграй сам потому что с артистами какой-то напряг был и, в общем, я в последний момент решил сыграть сам но вот из этого вышел вот такой опять Данила Багров три, что может быть и неплохо Грант на получение плёнки ходок негативной для следующего проекта 10 тысяч метров Негативная значит плохая Получает фильм режиссёра Сергея Бодрова «Сёстры»! Пожалуйста! АПЛОДИСМЕНТИТИТИТИТИТА Вот это жерт dirt Это такой достаточно для меня важный момент сейчас произошёл. Спасибо большое за эту плёнку. Мы будем снимать новое кино. Что это плёнка? Это только бумага. Она превратится в плёнку, нет? Нет. Превратится в плёнку. Вам денег. Если будет себя крашивать, она превратится в плёнку. Понятно. В любом случае, спасибо. Это очень важно именно здесь и именно такой приз. Потому что всё, и люди правильные здесь сидят, и место правильное. Я здесь на военной кафедре учился, вот в том здании. И очень многое связано с этой атмосферой, с этим кусочком земли. Спасибо ещё раз. Спасибо. А как тебе удалось завлечь всю команду, которая работала над фильмом «Сёстры»? Ну, тоже не так всё это быстро было. Но, во-первых, там хорошо, что костяк команды, там всё-таки это были люди, которые работали... Работаешь на «Брате», да? На «Брате», да. Это питерская студия СТВ. И люди, которые там работают, они очень мне и помогали. Потому что, ну, в общем, пришёл там человек, дебютант и так далее, и так далее. А сценарий твой тоже? Да, сценарий мой. Мам, пришёл дебютант со своим сценарием в зубах, да? И вот, да, там ещё два автора сценария, Сергей Бодров-старший и Гука Амарова. И вот я хочу снимать кино. И, конечно, там, ну, для людей это работа, они регулярно снимают фильмы, там, «Светители», «Операторская команда» и так далее, и так далее. Это работа. Но, тем не менее, это очень важно, конечно, чтобы все, как бы, одинаково всё-таки чувствовали, одинаково хотели результаты в кино. Это всегда... Да я думаю, что и в музыке тоже всё потом видно. А актёров ты как подпирал? Кастинг же очень тяжёлый делал. Да, ну, девочки, они там была, огромная, значит, толпа перед Ленфильмом объявили кастинг, как обычно, там, радио, телевизор, газеты, журналы. Вот. Но девочки эти попали мимо этой очереди. Одну там подружку провела, другая просто жила напротив Ленфильма и увидела очередь. Ну, дай-ка посмотреть, что там за толпа. Вот, её затащили, да. Ну, и двое артистов, которые пришли из «Брата-2», это Кирилл Тарагов и Дмитрий Орлов. Ну, это вот, это уже твой выбор был, да? Ты их пригласил сниматься, ты сказал, ребята, я хочу, чтобы вы играли. Да, хотя роли совершенно были написаны не для них. Это просто было странно. Это вот как, я не знаю, как в случае вот у нас там с этой музыкой, просто там мне показалось, что вот там для ребят, ну, какое-то общее там, я не знаю, какое-то созвучие, что вот люди примерно одинаково там думают, одинаково чувствуют, вот, и, значит, они могут быть вместе. Так же и с артистами было, я, это роли были совершенно не для них написаны. Один там вообще был на, роль милиционера, там, ты же знаешь, там был написан, там, старый дядька, так, 50 лет, такой, обрюзший, там, с красной мордой, такой мент. Вот, и я вдруг там в 6 часов утра ударил отчёт, почему не взять молодого парня на эту роль, молодого артиста. Теория, кстати. И сыграл его в результате. И сыграл его, сыграл его Дима, Дима Орлов, который в фильме «Брат 2» наклоняется к водителю Салтыкова, и говорит, вот Салтыкова, Глёва, Брёши, это вот этот человек, он сыграл в роли милиционера. Это гениальцы. Да, а Кирилл Пирогов, это, он в «Брате» играл роль Илюши, одного из трёх бэрых товарищей. Да, положительный персонаж. Вот здесь он сыграл, как бы, человека, который, как бы, преследует этих девочек на всём протяжении. Понятно. А предлагается некое совместное дальнейшее творчество, может быть, в виде концертов каких-либо? Чесательных. Ну да, премьеры по всей стране, нам такой тур летом делать нечего. Хорошие, кстати, идеи. А что, поездить по стране, себя показать, кино, в конце концов, показать. Вот, придёшь, ну, тебе, видишь, с нас хорошие идеи. Хорошие идеи. Ну, может быть, кстати. Может быть. Зато, как бы приятно выходить на сцену, тебе будет представлять, как режиссёра фильма. Такой сразу будет. Кайф же. Ну, что, всегда приятно. Это ещё 10-го предстоит. Скажите, пожалуйста, у вас? Мы здесь будем или лучше отойти? Давайте отойдём немножко, чтобы с Антуром не было. Я думаю, пацан, вниз, иначе мы будем. Европа. Не надо берите свет, вы видите, я попадём. Пацаны, да-да-да. Серёжа, можете всё? Давайте там. Всё. Ваша картина с патриотическим названием «Сёстры», а в картине вашего папы сплошной английский язык. Это вас не смущает никакой? Да нет, меня это нисколько не смущает, потому что в картине в Деквике действуют русские герои, американцы, испанцы, поэтому им, естественно, конечно, говорить по-английски, а не на каком другом языке. А вот и всё. Это как бы универсальная история, которая происходит, ну, просто случайно она происходит в Малибуке. Могла бы, наверное, где-то в другом месте. Чего похожи ваши картины, картины вашего папы? Я думаю, что мало чем они похожи. Мне как-то так даже сложно сказать. А что, по-вашему, должно быть в молодёжном кино для того, чтобы оно было модным? Что должно быть в кино, чтобы оно было модным? Молодёжный. Ну, музыка, наверное. Ну, видите, Тайгер сели хорошо, как играют. Я не знаю, должна быть энергия, должно быть ощущение жизни, ритма. И, как бы, тебе должно нравиться то, что ты делаешь. Тогда это будет модным. А если к сёстрам прибавить вот эту музыку? Я думаю, что ерунда. Да? Почему? Ну, зачем к сёстрам прибавлять эту музыку? Если к фильму Чапаев прибавить там музыку Энними. А для какого кино вы его пригласили? Ну, я не знаю. Ну, вот уже один режиссёр я пригласил для своего кино, поэтому, наверное, она уже в некотором смысле сложнее будет я приглашать на следующую. Идя, вы уже? А все, как? Нет, все, как вы. Всё, что вы, как вы, как вы, как вы, как вы, как вы. Если нас вы имеете в виду, ну, а не... Вы знаете, я даже не знаю, но куда будут бывать? Я думаю, что мы дальше будем с удовольствием ездить. Нет, но есть там соревнования, там есть Артек, ну, вот, Артек, там уезжают какие-то дети, там судят. Вот, есть несколько приглашений, там, и домой-то, где-то, где-то, на Западе... Слышь, малая, никакая тварь тебя не обижает здесь. Ну, если обидит, то мне скажешь. Ну, давай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok